приветствую вас дорогие мои друзья на связи с вами артемий вы на канале школы программирования алгоритмикой это значит что мы с вами продолжаем работу над нашим проектом кликер сегодня нас ожидает с вами третья часть и в ней мы поговорим с вами о том как настроить наши юай элементы для кликера правильным образом на всех девайсах на всех устройствах от компьютера до мобильного устройства до мобильного телефона и также еще сегодня поработаем с некоторым сохранением валюты первое что я вам предлагаю сделать это от workspace дать плюс скрипт и соответственно переименовать его в сейф давайте я открою для вас его вот он прекрасненький такой я не буду слишком долго останавливаться на этом моменте пытаясь объяснить вам каждый из вот этих вот переменных специальных циклов и функции параметров для вас просто будет важно то что этот скрипт позволяет сохранять валюту то есть вы поиграли в него набили какое-то определенное количество кликов и закупились ребитами что дает вам возможность увеличивать скорость набора валюты и потом если вы выйдете из проекта и снова зайдете все клики и ребиты будут сохранены я вам это все покажу скрипт на сохранение валюты сейф будет ссылочкой внизу в описании я копировал как бы этот скрипт соответственно полностью вот так вот выделяем ничего не забываем копируем и соответственно вставляем в наш скрипт который создали от workspace вот сюда вставили отлично сейчас я проверить и показать вам этого не смогу потому что это нужно уже делать при публикации игры мы с вами завершили работу над самим скриптом вот он здесь также давайте еще раз вспомним просто какие элементы у нас с вами есть значит у нас с вами есть screen guy clicker есть сама рабочая кнопка клик также есть screen guy shop есть само окошко шопа который открывается и закрывается при вызове его также есть кнопка open shop и соответственно есть кнопка ребит кост который начинается сотни вот но вы мне скажете хорошо а как же мне правильно дать ориентацию всех элементов и поработать с настройками смотрите вам важно пройти в тулбокс вы здесь у меня сейчас здесь видите плагин скачанный авто скейл лайф и здесь вы переходите в раздел плагинов плагин здесь пишем ауто ой на русском пишу так ауто скейл лайф вот видите он сразу выходит в принципе в нам в поисковике вот он он и когда вы его добавите себе будет галочка что вы его себе добавили вы заходите в менедж плагинс вот и включаете вот этот вот тумблер все и тогда таким образом вот эти все функции у вас здесь появится как вам правильно осуществить ориентацию данных элементов смотрите что нужно сделать мы значит открываем с вами открываем с вами что мы идем сначала в тест идем в девайс как вы видите у меня сейчас выделен девайс десктоп hd 1900 1920 на 1080 то есть это мониторная обычная компьютерная ориентация вам нужно сохранить эти моменты я иду в плагинс так как я уже тест запустил нажимаю юнит к вершин вот и теперь смотрите какая ваша задача вы смотрите как это все стоит то есть прям вот выбираем кнопку так таки пусть вот так вот кнопочка будет стоять окей или допустим дали ей какой-нибудь размер например такие учета маловатый размер как бы хотя в целом вот видите это прям наш экран игровой и именно вот так в таком положении в таком размере будут наши элементы но если вы хотите сделать например больше вот так вот сделали клик побольше то вам нужно после того как вы осуществили определенную настройку нажать два раза скейл скейл все и вот здесь вот он будет показывать сообщение что он как бы зафиксировал эту историю теперь иду в шок например даю этот шок немножечко так например побольше такой решил дать вот шок побольше почему нет вот вот так вот раз его и нажимаю скейл скейл отлично теперь беру ребит ребит например так как пока он у нас один может быть в следующей части мы с вами добавим какие-то платные элементы и может быть я потом отрегулирую сделаю его поменьше то есть отодвину его повыше добавлю еще сюда что-то но пока он один вот все добавили отлично прекрасно нажали скейл скейл теперь последнее open shop кнопочка open shop она будет такая маленькая небольшая чуть-чуть просто подвину я только вот буквально вот так например симпатично чтобы все выглядело и тоже нажимаю скейл скейл все после этого можно закрыть и посмотреть например как это будет выглядеть на девайсе не знаю давайте iphone x а да сейчас многие гоняют самсунгами с айфонами оп нажимаем смотрим симпатично смотрится мне кажется да мне кажется да очень симпатично очень классно почему бы нет если опять что-то не нравится вы можете снова нажать на элементы поставить их вправо влево и соответственно не забываем открывать плагинс и вот так вот нажимать скейл скейл на каждый элемент который вы настраиваете по его размеру или его ориентации что же нам с вами нужно сделать для четкой классной проверки наша с вами задача нажать на файл сейф то roblox as create new game как видите этот проект у меня уже сохранен поэтому я его прям с вами сохранять не буду просто покажу пункты да вот здесь вводим название нашего проекта вы уже умненький вы уже знаете как это делать называем наш проект даем ему какое-нибудь описание more clicks там например и нажимаем сейф после этого он нам выдаст определенное сообщение что он сохранил проект сейчас вот так вот сделаю потому что я уже не как новый проект его сохраняю а просто сохраняю изменения в нем дальше нажимаем на файл publish to roblox as create new game называем проект также как и называли при сейф то roblox as даем какой-нибудь комментарий нажимаем create после этого как вы помните какова наша задача мы выходим из нашего кликера и вот здесь вот появляется троеточие где мы должны выбрать make public я сейчас если сейчас нажму он уже опубликованный у проект видите публичный то он станет приватным у вас будет написано make public и тогда загорится зеленая надпись паблик отлично наша с вами задача это пойти в непосредственно сам проект roblox studio я сейчас закрою просто для того чтобы меня не висла ничего не грузилась итак смотрите я зашел в свой аккаунт захожу нажимаю на зеленую кнопочку play и жду тестирование своего проекта в игровом масштабе как конкретно будет видно как расположены юай элементы все ли с ними ок можно ли играть удобно ли все расположено вот поэтому здесь очень много таких нюансиков вот смотрите open shop все у нас работает прекрасно и смотрите я даже ранее уже заходил сегодня в этот проект и у меня и ребиты и клики сохранились давайте с вами просто проверим да например вот опять вот я нажимаю клик 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 вот как вы видите идут клики-клики отлично ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту набил определенное количество ну поскольку мне нужно набить например да это два ребита я уже взял открываю open shop закупаю еще один ребит ребит сохраняется и клики сбрасываются это как раз то что нам нужно все дальше начинаем максимально кликать наш классный кликер набирать себе ребиты и допустим допустим вы устали все вы устали вы такие ну ладно пора ливнуть с этого проекта поиграю потом попозже мы делаем лиф лиф как вы помните там уже три ребита и еще лайки конкретно какие-то были давайте заново зайдем вот снова захожу в проект как вы помните я вам говорил что вот этот главный скрипт сейф он сохраняет наши ребиты и клики и вот как вы видите все окей то есть у нас с вами и ребиты сохранены и клики соответственно дорогие друзья для вас три части кликера полностью от и до достаточно быстро и понятно делитесь обязательно своими идеями в комментарии какой кликер получился у вас и может быть нас в следующей части мы с вами добавим что-то более платное и еще более крутое и интересное пока пока дорогие друзья и